Во-первых, хотел бы поблагодарить организаторов за возможность выступить со столь высокой трибуны, хотя доклад на самом деле непростой. И вы сейчас поймете, почему. Дело в том, что для многих наследственных синдромов каждого органа есть свой наследственный синдром. А в данном случае наследственный синдром есть только для рака желудка и для рака пищевода. В очень небольшом количестве случаев. Все же остальные наследственно условленные опухоли возникают в синдромах, которые преимущественно приводят к развитию других органов, но и в том числе и к развитию рака верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Все мы знаем, что в 2017 году впервые статистика онкологических заболеваний перевалила за 600 тысяч впервые выявленных злокачественных наобразований. При этом опухоли верхних отделов ЖКТ обуславливают до 8% всех случаев рака. Соответственно, сами они в 3-5% случаев вызываются наследственные мутации определенных генов. И в составе различных наследственных синдромов. Наиболее часто поражаются желудок и поджелудочная железа. Для чего же изучать наследственные синдромы? Как уже сказала Людмила Николаевна, это очень важно для онкологов, поскольку это позволяет определить объем оперативного вмешательства. Довольно часто это удаление всего органа, если мы знаем о предрасположенности к развитию рака в этом органе. И второй момент – это выявление всех кровных родственников, в первую очередь детей, младших братьев и сестер, которые имеют мутацию для формирования групп риска. Для генетиков очень удобно, что наследственные мутации, в отличие от соматических, можно искать в любой клетке организма, имеющей ядро. Наиболее часто объектом является кровь пациента. Рассмотрим, из чего же состоит алгоритм диагностики и лечения наследственного рака. Я бы выделил несколько основных пунктов, которые, в общем-то, достаточно взаимосвязаны между собой, и только вкупе их можно рассматривать совместно. Первый – это клинические критерии отбора больных. Это очень важный момент, потому что именно он позволяет определиться с тем синдромом, который мы будем изучать в дальнейшем молекулярно-генетически. Здесь мы должны опросить возраст развития рака, а также количество родственников и у кого в каком возрасте возникли эти или другие случаи излакачественных наобразований. Далее идет проведение молекулярно-генетического исследования того синдрома, который мы предполагаем из первого пункта. Здесь можно говорить о целесообразности использования обычного секвенирования по методу Сенгера, когда мы смотрим пару или несколько генов, а также, если в том случае, когда мы их не находим, мутация в этих генах, изучать с помощью высокопроизводительного секвенирования. Но и здесь не всегда мы находим ответ, а, как правило, находим даже больше вопросов, когда мы найдем большое количество вариантов разных генов. Мы точно не всегда можем сказать, какой же из них приводит к развитию заболевания. Это очень сложный и трудоемкий процесс. Третьим пунктом является оценка риска развития рака в различных органах. То есть мы должны оповестить носителя мутации о вероятности того, что у него будет тот или иной рак, и, соответственно, привести, проводить у него пожизненный клинический мониторинг. Это и есть четвертый пункт, который подразумевает как функциональную диагностику, то есть УЗИ, МРТ, КТ и так далее, так и, возможно, введение в плане изменения образа жизни, изменения диеты и другие моменты. Ну и, наконец, случай возникновения рака определенного органа. Это оперативное вмешательство. Как правило, если мы говорим о раках желудочно-кишечного тракта, то это удаление в идеале полипов или уже рака на первой стадии. Хрестоматийным примером наследственной формы рака является семья Наполеона Бонапарта, который погиб от рака желудка, причем по отцовской линии у восьми членов его семьи также были случаи рака желудка. Это было описано еще в 1938 году. Итак, наследственный рак желудка обуславливает до 3% всех случаев рака желудка и он входит как в собственный синдром наследственного диффузного рака желудка, так и входит и в другие синдромы, которые могут приводить к развитию этой опухоли. Это синдром Пейси-Егерса, ювенильный полипоз, синдром Линча, семейный эндоматозный полипоз. Это наиболее частые синдромы, вызывающие рак желудка. Однако он может возникать и в довольно хорошо известных Берсео-ассоциированных семьях, где преимущественно возникают раки молочной железы яичников или синдрома Лейфраумии. Но, однако, мы рассмотрим наиболее частые примеры. Итак, согласно классификации Лаурен 1965 года, рак желудка можно разделить на два типа. Диффузный, 30% примерно, и интестинальный. Бывает еще и смешанный, но это довольно редкая вещь. Часть случаев диффузного рака желудка обусловлены с собственным наследственным синдромом, а интестинальный рак возникает в составе других синдромов. Мы сейчас их рассмотрим. Итак, наследственный диффузный рак желудка впервые был описан канадским ученым Дэвидом Хансманом в 1998 году в популяции Майория, это Новой Зеландия, в семье, где было 6 пораженных родственников раком желудка, нашли наследственную мутацию в гене CDH1. Считается, что у носителей мутации риск развития рака желудка составляет порядка 70-80%. Очень высоко. Данный ген отвечает за то, что держит клетки эпители между собой, и в том случае, когда недостаточное количество белка из-за мутации производится, клетки начинают разлетаться. Собственно, это приводит к газолокачественной трансформации и в дальнейшем к метастазированию. В этой связи рак желудка довольно плохой прогноз имеет и желательно, конечно, удаление всего органов у носителей мутации, о чем мы сейчас поговорим. Для поиска пациентов с наследственным раком желудка группа по его изучению под руководством Дэвида Хансмана в 1999 году предложила два критерия. Это два случая диффузного рака желудка у родственников в первой и второй степени родства. У одного из них должен быть рак желудка до 50 лет. Или три и более диффузного рака желудка у родственников в первой и второй степени родства, независимо от возраста. Однако время идет, и в 2010 году эти же критерии были расширены дополнительными пунктами. Первый – это индивидуальный случай диффузного рака желудка в возрасте до 40 лет, даже при отсутствии отягощенного семейного анамнеза. И второй – диффузный рак желудка у одного родственника и ислующий долького ракомолочной жерезы у другого, при том, что один из них развился в возрасте до 50 лет. В плане молекулярно-генетической диагностики предпочтительно изучать с помощью молекулярных исследований ген СДС-1, а не иммуногистохимии. Эта рекомендация довольно важна, поскольку иммуногистохимические исследования довольно часто пропускают мутантные белки, поскольку они могут возникать, но тем не менее не работать. Если же мы смотрим сам ген, то мы уже точно знаем, есть ли там мутация или нет. Частота мутации у пациентов, которые соответствуют критериям, о котором я сейчас говорил, составляет от 0 до 40% в зависимости от различных популяций. Наиболее часто они встречаются в Португалии и в той же Новой Зеландии. Наши собственные донны, судьбе у Николаевны, к нам попала пациентка в институт Блохина. Поскольку у нее в семье было большое количество сводчиков рака желудка, ей выполнили гастроскопию, при которой обнаружили единичные фокусы приснижения наклеточного рака, в собственной пластинке слизистой желудка. И мы нашли при молекулярно-генетическом исследовании мутацию в гене Сидеич 1 в 2013 году. В результате ей было выполнено сплено сохраняющую гастротомию. Насколько я знаю, пациентка сейчас чувствует себя удовлетворительно. В качестве мониторинга лечения носителей мутаций с 16 до 20 лет показано ежегодное выполнение гастроскопии с целенаправленной или случайной биопсией. Это очень важно. Но здесь мы еще не говорим о профилактической гастротомии, поскольку риск развития рака всего около процента. А вот уже в возрасте 20 лет американцы и канадцы предлагают профилактическую гастротомию, поскольку риск развития рака желудка существенно возрастает. Он более 50% уже в этом возрасте. И стоит задуматься об удалении данного органа мишени. Другим наследственным синдромом, в котором встречаются случаи рака желудка и других органов верхних отделов желудочно-кишечного тракта, является синдром Пейса-Егерса. Впервые он был описан доктором Пейсом в 1921 году, когда он нашел двух братьев с пигментацией губ и ротовой полости, а также впоследствии выяснил, что у них были гомортомные полипы на протяжении всего желудочно-кишечного тракта. В 1949 году доктор Харальд Егерс выделил этот синдром в отдельную мазологию, и сейчас он имеет имя обоих ученых. Это довольно редкий синдром, частота встречаемости примерно 1 на 50-1 на 200 тысяч человек в Европе. То есть около 7 тысяч людей имеют наследственные мутации, которые приводят у них к развитию синдрома Пейса-Егерса. Который характеризуется развитием гомортомных полипов, кожно-свидетельствия пигментации и высоким резком развития рака различных органов. Ген был идентифицирован Джейн и коллегами в 1998 году. Это ген СТК-11, серин-трианин-киназа, который участвует в регуляции клеточного цикла, апоптозе и поддержании полярности клетки. Для отбора пациентов были разработаны клинические критерии Всемирной организации здравоохранения, их всего три. Два и более гомортомных полипов в тонкой кишке, типичная пигментация кожи и слизистых оболочек и семейная история синдрома Пейса-Егерса. В случае выполнения любых двух критериев пациенту можно клинически без генетики поставить синдром Пейса-Егерса. Согласно европейским и американским данным, наиболее часто поражаются тонкая кишка, это практически 100% случаев. Кроме того, полипы являются в толстой кишке и в желудке у 25% пациентов. Более того, полипы могут поражать практически все полуорганы организма. Это бронхи, желчный, мочевой пусыль. У некоторых пациентов даже в назрях находятся гомортомные маленькие полипчики. Однако, по нашим собственным данным, у нас уже более 15 семей, изученных в России, у 80% пациентов имеются желудочные полипы. И это очень важно, потому что предполагает собой необходимость изучения желудка с помощью ЭГДС. Наиболее частыми раками, которые возникают при синдроме Пейси-Веггерса, из наших интересующих нас органов являются поджелудочная железа, желудок и тонкая кишка. В этой связи, в качестве обследования таких пациентов, имеет смысл проводить ЭГДС или видеокапсульную эндоскопию уже с 8 лет. Это рекомендация, на самом деле, самая ранняя среди всех известных миосиндромов уже с 8 лет. Дети нужно выполнять ЭГДС, поскольку высокая вероятность, что в тонкой кишке у них возникнет какой-то полип, который приведет к непроходимости и, возможно, к летальному исходу. Кроме того, показаны МРТ и УЗИ поджелудочной железы с 30 лет каждые 1-2 года. В случае обнаружения полипов, естественно, эндоскопическая полипогликтомия, если это будут уже раки, то истечение нового образования. Следующим синдромом, приводящим к развитию раков верхних отделов, является ювенильный полипоз. Он был описан в 1964 году. Частота носительства примерно такая же, как и у синдрома Пейца-Игерса, примерно 1 на 150 тысяч человек. Характеризуется множественными полипами у несовершеннолетних, отсюда и название ювенильный полипоз, на протяжении всего желудочно-кишечного тракта. У пациентов повышены риски развития рака желудка и толстой кишки. Мутации в 40% семейств освещаются в гене СМАТ-4 и еще у 40% больных в гене БМПР-1-Альфа. Оба гена участвуют в ТГФ-бета-сигнальном пути. Клиническими критериями отбора являются больной с множественными полипами в желудке и тонкой кишке, пациенты с количеством полипов более 5 в толстой кишке или пациент с несколькими ювенильными полипами и отягощенным семейным анамнезом. Здесь достаточно любого одного критерия, чтобы клинически поставить синдром ювенильного полипоза. В качестве клинического мониторинга естественная ГДС с 12-15 лет, каждые 1-3 года, и капсульная эндоскопия с того же возраста. При обнаружении полипов, их эндоскопическое удаление, однако, если огромное количество полипов в желудке выявлено, то возможно поставить вопрос о проведении гастроктомии. Еще одним синдромом, который приводит к развитию раков, является синдром Линча. Впервые был описан в 1913 году американским ученым Аудридом Уортеном. Этот исследователь, патологоанатом, нашел семью, он называл ее семьей Аджи, поскольку они были выходцами из Германии, в которой было, только вдумайтесь в эту цифру, 146 случаев рака. Преимущественно это был рак желудка, толстой кишки и эндометрия. Однако после смерти данного ученого данный синдром забыли, и повторное описание синдрома принадлежит американскому ученому Генри Линчу, который в 1966 году описал семью Н от названия штата Небраска, в которой также были случаи рака желудка и толстой кишки. Стоит отметить, что частота встречаемости данного синдрома примерно 1 на 501 на 1000 европейцев. Это второе место после Берсея ассоциированного рака, у которого где-то 1 на 250. И хочу сказать, что даже в нашем центре, где у нас 510 сотрудников, в одной сотруднице, к сожалению, нашли синдром Линча, и у нее был как раз рак желудка. Таким образом, 2 миллиона человек в Европе, это очень большая цифра, имеют наследственные мутации, приводящие к развитию рака толстой кишки, желудка или эндометрии. Причиной возникновения синдрома Линча является мутацией в одном из большого количества генов. Здесь мы можем говорить о целесообразности использования высокопроизводительного сквенирования, однако наиболее часто мутации встречаются в первых трех, это МЛИЧ-1, МСХ-2 и МСХ-6. Данные гены принимают участие в репарации ДНК, то есть они исправляют ошибки, которые возникают в ДНК при делении клеток. И в том случае, когда белка недостаточно, большое количество ошибок вызывает звокачественную трансформацию и, собственно, развитие рака любых органов в нашем организме. Для поиска пациентов синдрома Линча были разработаны амсаддамские критерии, их всего 5, это возраст развития рака до 50 лет, 3 или более пораженных родственников, заболевания в разных поколениях и исключение семейного адматоза толстой кишки. Однако в 1999 году эти критерии были расширены дополнительным раком пунктом о раках вне кишечной локализации, в том числе и рака желудка и эндометрия. Тем не менее, чувствительность данных критериев недостаточно высока, как вы видите, только 22%. И в этой связи мы предложили собственные критерии отбора, их всего 2, наряду с каварактальным раком еще 2 и более свочиев рака любой локализации у больного или его кровных родственников. И каварактальный рак у пациента в возрасте до 43 лет. Чувствительность наших критерий существенно выше, чем у амстрадамских рекомендаций Бетезда. В качестве первого поиска, первого этапа поиска пациентов синдрома Линча целесообразное изучение микростролитной стабильности. Что это такое? Ну, все, наверное, уже знают, что микростролитная стабильность довольно часто изучается при каварактальном раке, однако она имеет место при различных типах рака желудочно-кишечного тракта и из себя представляет изменение количества повторяющихся нуклеотидов нашей ДНК в опухоли относительно нормы. Как правило, происходит уменьшение. Этот феномен был открыт еще в 1993 году в образце опухоли пациентов с раком толстой кишки. Таким образом, для начала мы изучаем при синдроме Линча образец опухоли, причем любой, не обязательно толстая кишка, желудок, пищеводство, что угодно, на наличие микростролитной стабильности и только в том случае, когда мы ее обнаруживаем, производим поиск уже мутаций в тех генах, о которых я говорил. Возможно изучение с помощью молекулярно-генетического метода чувствительности 100% и метода иммуногистохимии. Тут несколько ниже, но тем не менее, довольно приемлемая чувствительность также метода. К настоящему моменту в базе данных наиболее серьезная база данных по наследственному форуму у конкретного пациента. По нашим собственным данным, в каждой второй семье с синдромом Линча встречается хотя бы один случай рака желудка. И это очень важно. Вот я хотел бы привести в качестве примера родословную семьи. Вы видите, что в первом поколении всех четырех родственников был рак желудка. Ни одного рака толстой кишки не было в принципе. И только во втором поколении появляется наряду с раком желудка еще случай рака толстой кишки или тела матки. Мы нашли мутацию наследственного генема СВИЧ-2 и таким образом подтвердили синдром Линча у представителей этой семьи. Как я уже сказал, первое место после коврактального рака у российских больных по нашим собственным данным это уже 70 семей. Порядка 250 раков занимает именно случай рака желудка. И в этой связи мы предложили в качестве клинического мониторинга не только проведение колоноскопии, но и выполнение ГДС с обязательной биопсией начиная с возраста 27 лет. Если мы находим хеликобактер пивория, мы знаем, что в России это довольно распространенная инфекция, более 50%. Население имеет ее необходимой, ее эрадикаса. Это была рекомендация Патрика Линча, который говорит, что в Америке у них с хеликобактером все хорошо, и поэтому всего 2-3 случая рака желудка описана при синдроме Линча в Америке, а у нас это, как я уже сказал, вторая мишень после коврактального рака. Другим наследственным синдромом является семейный адматоз толстой кишки. Несмотря на название, при нем тоже встречаются раки не только толстой кишки, но и других органов, в частности тех, которые нас интересуют. Возраст заболевания до 35 лет, критерий отбора более 100 полипов в толстой кишке, и у 80% больных находят мутации гения ЭПСИ. Данный ген принимает участие в межклеточной адгезии, репарации и клеточной миграции, а также негативно регулирует белок бета-котонин при ВНТ пути. В том случае, когда с ЭПСИ все хорошо, как вы видите на картинке, бета-котонин расщепляется в протасоме после связания белком ЭПСИ. Если же в ЭПСИ есть мутация, то бета-котонин не связывается с ЭПСИ. Концентрация бета-котонина растет в клетке, он проникает в ядро, взаимодействует с онкогенами ЦМИК, ТЦФ4 и так далее, и, собственно, запускается в процессе качественной трансформации. Но помимо колоректального рака, вторым органом мишенью является 12-перстная кишка. Это вторая причина смерти в Америке 20 лет назад и первая причина смерти в последнее время, поскольку в Америке сейчас в возрасте 15-20 лет у пациентов удаляется толстая кишка в связи с тем, что нельзя ее никак лечить. И большинство пациентов умирают именно от рака 12-перстной кишки, та, которая составляет до 12% среди всех носителей мутаций. Также повышен риск рака проживодочной железы. В этой связи для носителей мутации разработан клинический мониторинг, который включает изофаг гастрододеноскопию уже с 25 лет, здесь очень важно, стоит каждые 0,5-4 года. Мы должны здесь упомянуть о классификации шпигельмана полипов, которая характеризует количество полипов и их размера. Чем больше полипов и чем больше их количество, тем более регулярными должны быть и ГДС у пациентов вплоть до раз в полгода. В том же случае, когда у нас появляется несколько полипов более 5 мм, мы уже можем говорить об оперативном вмешательстве. У тех пациентов, у которых не было найдено мутации в гене ЭПСИ, изучался ген Мутвай-Эйдж, это исследователь Альтасан Насар, который нашел две мутации в гене Мутвай-Эйдж, и это единственный синдром из наследственного коваректального рака, который приводит к заболеванию только в том случае, когда есть две мутации. Но, с другой стороны, он же довольно легок для генетического изучения, поскольку 80% больных есть всего две мутации. То есть, можно посмотреть две мутации и уже найти собственно причину заболевания у пациента. Ген Мутвай-Эйдж принимает активную участие в экстазионной репарации, он исправляет ошибки в гуанине, и при нем, помимо коваректального рака, возникают опухоли и другие локализации. Это, как вы видите, полипы в желудке каждого десятого человека, рак 12-перстной кишки и рак сальных желез. В связи с чем, также в клинический мониторинг входит ЭГДС 20-25 лет каждые 1-3 года в качестве лечения, удаления полипов или хирургической операции в случае, когда это уже невозможно, эндоскопический диод. Еще одним органом, в котором возникает семейный рак, является поджелудочная железа. До 5% всех случаев рак поджелудочной железы вызван наследственными синдромами. Но вот этот самый орган на самом деле довольно сложный для наследственных форм рака, потому что собственного синдрома он не имеет. То есть мы видим семи, в которых встречаются несколько случаев рак поджелудочной железы, но не можем найти того гена, который, собственно, приводит к этому заболеванию. И поэтому выделено несколько синдромов, при которых возможно развитие рака поджелудочной железы наследственных. Это Берсиэсс-серонный рак, типичный синдром наследственной меланомы, синдром Песи-Егерса и синдром Линча. Довольно странно звучат критерии, если вдуматься, поиска пациентов с семейным раком поджелудочной железы. Но это именно обусловлено тем, что нет собственного синдрома. Первый критерий это семьи с двумя или более родственниками первой степени родства с данной красновой поджелудочной железы, который не соответствует критериям любого другого наследственного опухолевого синдрома. Это довольно странный синдром, потому что мы еще раз говорим, что собственного синдрома нет и он входит в состав других. Тем не менее, должно быть преимущественное заболевание не тем органам мишени, которые характерны для синдрома, а именно раком поджелудочной железы. А второй критерий это семьи, включающие трех или более пораженных родственников, независимо от возраста. Генетическими причинами рака поджелудочной железы, поскольку нет собственного синдрома, могут быть мутации в различных генах. Вот наиболее интересное исследование было проведено в 2016 году американцами. Они изучили 600 семей практически, 593, причем полногеномно. Сделали секвенс всех генов нашего организма и только у 12% соответствующих критериям пациентов нашли мутации. Мутации были довольно разнообразны, как вы видите. Ген ATM, Bersi2, CDKN2, альфа, APC, TERT, Bersi1 и CHEC2. Согласно другому исследованию на 300 пациентов наиболее частной мутации встречаются генов Bersi2, ATM, CDKN2, альфа и PALP2. В качестве скрининга лечения у пациентов, которые имели родственников с семейным раком желудочной железы, показан ежегодный скрининг, который включает эндоскопическую ультрасонографию и магнитно-резонансную холангиопанкреатографию. Это важно, что оба этих методов должны применяться у пациента ежегодно. То есть, мы не можем подменять один другим, а именно должны выполнять оба метода одновременно. Это довольно затратно, поэтому очень много его споров, с какого же возраста в семьях начинать скрининг. И американцы считают, что это целесообразно делать с 50 лет. Европейцы проводили исследования на более чем 100 семьях и хотели начинать с 40 лет, но поняли, что в 40 лет довольно рано, то есть, у них один или два случая все было, экономически это нецелесообразно и тоже решили, что ежегодно делать с 50 лет у всех носителей мутации или у родственников в первой степени расстава, у которых мутация не выявлена. Таким образом, объектом для скрининга являются родственники первой степени расстава пациентов с семейным раком поджелудочной железы, всех пациентов с синдромом Пейси-Егерса, а также носители мутации гена CDKN2-альфа, версия 1-2 и PALP-2, в чьих семьях были случаи рака поджелудочной железы. Целью скрининга считается проведение оперативного вмешательства при выявлении рака поджелудочной железы на первой стадии. Это очень, на самом деле, такой спорный момент, потому что многие исследователи уже показывают, что даже если мы нашли при семейном случае рак поджелудочной железы рак на первой стадии и сделали сегментарную резекцию, то в течение, как правило, двух-трех лет возможны повторные опухоли в органе и в конце концов мы все равно приходим к тому, что приходится удалять поджелудочную железу. Ну и, наконец, наиболее редким, но, наверное, не менее интересным является наследственный рак пищевода. Впервые был описан телоз, это гиперкератоз в семье наряду с раком пищевода в семье из Ливерпуля, в двух семьях из Ливерпуля, в котором было 345 членов семьи, у 89-ти был телоз и у 54-х был рак пищевода. Потом, правда, выяснилось, что когда сделали генетику, эти две семьи являются дальними родственниками, мутациями, конечно, одна и та же. В общем-то, можно увидеть, что это одна семья. Кроме того, к настоящему моменту найдены семьи в Германии, США, Финляндии, Испании и Бразилии. Всего в настоящий момент около 10 семей в мире. Считается, что частота этого синдрома примерно 1 на миллион или даже реже. Был выявлен ген, который найден в каждой семье, то есть здесь стопроцентное попадание, ген RHBDF-2, который кодирует неактивный белок участник ИГФР-пути. Критериями отбора пациентов являются семейной историей заболевания. Характерные клинические особенности это очаговый ладонный и подошвенный гиперкератоз и поражение пищевода. А также наличие мутации в гене RHBDF-2. Здесь очень интересно, что имеется, скажем так, не горячая мутация, а горячий регион мутации. То есть всего три кодона 186 по 189, которые нужно изучить, чтобы найти мутацию и выяснить причину заболевания. Основной целью мониторинга является эпидемиологический надзор для раннего явления и лечения именно дисплазии. Мы не хотим лечить рак пищевода, мы хотим лечить дисплазию. В ливерпульской семье, как наиболее представительной, показала целесообразность ежегодной гастроскопии с биопсией любого подозрительного поражения уже с 20 лет. На самом деле, как правило, рак пищевода возникал после 30, но был один родственник, у которого рак пищевода развился в 20 лет, поэтому это тот возраст, с которым начинаем клинический мониторинг. Всем пациентам прописывают диету, свежие овощи и фрукты, а также запрещают принимать алкоголь и прекратить курить. При развитии рак хирургической лечения, если рак нельзя оперировать, то лучевая терапия с или без химиотерапии. В исключении хотелось бы сказать, что в мире к настоящему моменту предложена лечебная тактика и мониторинг больных, однако не для всех синдромов известны генетические причины. В России в настоящий момент просто не решена проблема диагностики профилактики наследственного рака верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Это то, что серьезной проблемой является в нашей стране. Однако создание национального регистра наследственных форм рака, особенно в свете новой национальной онкологической программы, поможет решить имеющиеся проблемы. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok